здравствуйте в эфире программа лицом к лицу меня зовут сергей чернышов более четверти украинцев не знают за кого бы проголосовали на выборах президента а кандидаты за которых избиратели готовы отдать голос набирают от 7 8 до 22 процентов об этом свидетельствуют результаты опроса киевского международного института социологии сегодня фаворитах украинцев на выборах будем говорить с нашим гостем это руководитель проекта гражданской сети опора в рамках программы рада анатолий бондарчук анатолий здравствуйте еще и рейтинг представил свой рейтинг представил свой рейтинг да такая тавтология но тем не менее просто рейтинги сейчас каждую неделю появляются и каждую неделю я перечитываю их но смотрю что они в целом похоже почему то я не знаю может быть это специально сделано может это объективное оценивание но пока нет поводов сомневаться опрос и так вначале давайте к мисс международный институт социологии опрос проходил с 7 по 21 июня 2018 года методом личного интервью то есть когда опрашивают респондентов в нем приняли участие 2005 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов украины кроме республики крым и неподконтрольной части донбасса по четырехступенчатой выборки и так старше 18 лет в луганско-донецкой областях проводился только на территории контролируемой украинскими властями какие партии прошли бы верховной рады если вы парламентские выборы прошли в июне 2018 года и так батькивщина 21 и 6 процента гражданская позиция анатолия гриценко 15 и 9 процентов 11 и 4 оппозиционный блок на третьем месте то есть соответственно радикальная партия на четвертом 11 1 процента зажиття рабинович это 10 с половиной и блок петра порошенко аж вот на шестом месте 7 и 9 процентов крыльте насколько просто тут еще барьер не преодолевали бы свобода самокомич а также аграрная партия ну и вот например народный фронт тоже среди которых вот на другие партии и народный фронт арсения ценюка пришлось бы вместе 10 и 3 процентов голосов целом репрезентативно или нет как вы считаете сейчас в украине ну я считаю во первых что эта кампания еще не началась и результаты они говорят только о тенденциях до избирательных когда основные политические силы вступят в кампании в избирательную гонку скажем так запустят широкомасштабно агитационную кампанию начнут работать с избирателем и системно тогда можно говорить будет а более скажем так и точных результатах сейчас так как выбор не начались например одна политическая сила начала кампанию 2 еще не начала и сейчас политические силы скажем в таких нет не до конца равных ситуации когда одни политические силы уже начинают и кампанию появляется билборды за рекламой 2 политические силы сейчас например договариваться с кем идти на парламентские выборы и я думаю что более точные результаты они будут появляться все ближе к началу избирательной кампании плюс надо помнить что сперва будут президентские выборы и они очень скажу так будут будут в платы на влиять будут ли да будут влиять на избирательную кампанию парламентскую и если говорить про политические силы например они очень много из них не ведут системную работу с избирателями они не мают они у них нет большой сети партийных организаций с регионах они например не работают и и во многом эти рейтинги они ячейки ячейки партийные ячейки у них нет например в большей территории украины у них нет партийных офисов у них нет что кстати выгодно отличает например быть кивщину ну да на принадите партию свобода даже них есть хорошая много ячеек много действующих партийных организаций но например в многих политических сил у них нет системной работы с избирателями и рейтинги эти они сейчас в первую очередь связаны с рейтингом их них лидеров это фактически их их один одиночная заслуга то есть говоришь если говоришь о парламентских предпочтениях то сразу нужно смотреть на президентские рейтинги это нужно смотреть на преследуру будет раньше и да да и это очень важно потому что сейчас от президентских выборов очень много будет зависеть и как и все лидеры лидеры парламентских партий и не парламентских партий которые хотят пройти в парламент они будут готовиться к президентских выборам для того чтобы потом легче было уже входить в парламентскую кампанию вот смотрите кстати что очень интересно что все рейтинги сейчас включают святослава корчука и владимира зеленского хотя в принципе они еще не заявляли если партия слуга народа она зарегистрирована минюсте но еще заявление о том что она будет идти на выборах на выборы я не слышал но тем не менее вот даже уже настолько обязательно стала включать двух этих людей что уже даже если бы например политические силы артистов корчука зеленского принимали бы участие то голоса распределились бы следующим образом батьевщина на первом это гражданская оппозиция по блок зажития радикально и потом 6 и 2 процента что самое интересно после бпп партия блок святослава корчука ну такой воображаемый и 5 и 2 процента партия слуга народа владимира зеленского то есть опять же то что вы говорите это как раз непосредственно один человек и на него все реагируют потому что блок фантасмагорический какой-то что это такое непонятно но его включают в опрос но социологи моделирует ситуацию и это еще подтверждает то что очень часто избиратели они ориентуются в первую очередь на лидеров на личности они на какие-то платформы программы по программы партии еще нет а уже она имеет поддержку там на уровне 6 6 процентов избирателей вот кстати по поводу выборов президент давайте тогда уже президентским выбором перейдем например то данная того же кмиса что если бы в средине июня проходили выборы то наибольшее число получила бы в первом туре юлия тимошенко 19 с половиной процентов анатолий игрыценко 12 6 процентов кстати достаточно рядом мне кажется что если бы был второй тур тоже но пока это можно только предполагать петр порошенко 80 половиной процентов получил бы и занял бы пятое место о чем говорят данные опроса 3 4 место было бы у олега лешка 10 и 7 процентов улега лешко и лидера партии оппозиционный блок юрия бойко 10 и 2 процента вот зеленский бы набрал 8 и 3 процента в рабинович 7 с половиной а вакарчук 7 и 4 ну надо помнить что компания еще не началась и когда компания начнется ну как компания это уже по сути началась официально официально началась но мы должны понимать что разные кандидаты их команды опирует какие-то черные технологии запускать компромат выкладывать против остальных оппонентов и тогда компания уже будет более насыщенной более жесткой более более интересно и тогда уже можно говорить будет про рейтинге которые будут больше отображать ситуации ситуацию в стране сейчас это симпатии кандидатам но эти кандидаты например еще не представили свои платформы ну например уже юлия тима тимошенко сделала форум где был представлен ее политический курс остальные кандидаты они еще этого не делали то по нищине не есть кандидатами непонятно например че все эти люди пойдут на выборы может быть что один из них например например кого-нибудь поддержит то они пойдут каким-то вместе пойдут например ориентуюсь на эти рейтинге нам кандидат будет знать что он не проходит и лучше поддержать там например чей июлю тимошенко читан петра порошенко чегриценко и тогда мы будем знать какая ситуация ну вот кстати по поводу социологической группы рейтинг тоже в средине июня почему я сразу про него вспомнил специалисты провели анкетирование среди двух с половиной тысяч совершеннолетних украинцев о репрезентативной выборке во всех регионах опять же без крыма и без не контроль неподконтрольной части донбасса и ну вот тут тоже юлия тимошенко лидером является за ней следует анатолий гриценко юрий бойко почти девять с половиной процентов тех кто определился с выбором хотят видеть президентом комика и шоумена владимира зеленского ну видимо после все таки сериала слуга народа я так понимаю хотя его не смотрел если честно этот сериал но все говорят я тоже не смотрел как интересно вот таким должен быть настоящий президент говорят многие украинцы которые смотрели этот сериал ну и относительную поддержку среди респондентов которые планируют принять участие выборах это еще фонд дем инициатива демократические инициатива на президентский пост там не выделяют явных лидеров например юлия тимошенко 13 3 процента избирателей далее идут анатолий гриценко 9 и 4 юрий бойко 84 петр поршенко 76 или гляшко 7 и 4 процента и на самом деле еще же многие просто не определились это я уже не беру просто там будет очень долго перечитывать всех кто не определили если определился если не определился в день выборов определился будет голосовать а гипотетически могло бы быть это но запрос самое главное что может сделать какой вывод уже давно его сделали в принципе что хотят какие-то новые лица видеть новые лица пока что все те кто заявляет уже каких-то своих амбициях это люди которые в принципе уже так или иначе были в политике единственное например что мне непонятно почему если гипотетически включает в президентскую гонку даже вакарчука и зеленского почему например не включает гройсмана вот премьер-министр с одной стороны с другой стороны его ни в одном рейтинге сейчас нет есть там где-то запрос на новые лица там у него кстати не по моему диме до дима инициативы представляли по запросу на новые лица тем не менее в рейтинге вот уже которая подряд мы видим в рейтинге его не включают почему ну я думаю что логично было его включить в эти рейтинги и посмотреть какой какой вы у него уровень доверия и это было бы очень интересно но я не уверен что ройсман пойдет на эти выборы но это мое такое чувство внутрь на президентские на президентские мне кажется что он будет ориентоваться на парламентские выборы в первую очередь для того чтобы завести свою политическую силу в парламент и потом свою 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 думать кого он может поддержать на президентских выборах на борошенко ну мне так сказать сложно говорить но я думаю что теоретически может поддержать а можете никого не поддерживать то есть это будет я думаю решаться может быть и будут смотреть на рейтинге который есть кандидатов это очень сложно спрогнозировать но хочу сказать что например у нас есть запрос на новые лицо и у меня например и у многих украинцев есть эти запросы ну тут проблема в том что новым лицам например очень сложно пойти на президентские выборы настоящим новым лицам тот Это людям, которые еще не были в политике, например, которые там были или в общественном секторе, или, может быть, в бизнесе, или в журналистике. Кстати, Святослав Вакарчук был народным депутатом. Был народным депутатом. И этим людям, ну, у нас как финансируется компания? В основном это финансирует большой бизнес компания. То есть у нас нет таких компаний, которые бы кандидат, например, старался бы найти деньги в общество. Какие-то фандрайзиновых компаний нет. И таким кандидатам очень сложно будет пойти на эти выборы. Они могут зарегистрироваться, найти деньги на избирательный фонд, на зло, но на широкомасштабную компанию у них денег не хватит. Потому что сейчас большую роль играют и билборды, например, и медиа, и реклама на телевидении. То есть на это все нужны очень большие ресурсы. И таким кандидатам очень будет сложно найти эти ресурсы для того, чтобы быть конкурентным среди кандидатов, которые эти ресурсы имеют большие. Ну смотрите, что еще сказал, мне кажется, это важно Алексей Кошель, председатель Всеукраинской общественной организации, комитет избирателей Украины, о том, что на выборах президента в 2019 году стоит ожидать рекордное количество кандидатов. При этом не исключил появление в скором времени новых внесистемных кандидатов. Цитата. «Я не исключаю, что в ближайшие месяцы мы сможем получить новых влиятельных кандидатов, возможно, даже ни одного, то есть вне системы». Кто это может быть, говорить сложно. Это может быть руководитель нового бизнеса, построенного за частные средства, или человек с хорошим европейским образованием и менеджерским опытом. Ну, я думаю, что скорее такие люди пойдут на парламентские выборы, чем на президентские, потому что, например, если система будет та самая, мажоритарная и пропорциональная, то есть параллельные системы, то простей таким людям пойти на мажоритарный округ и там победить. Это и по ресурсах будет меньше и простей будет проводить кампанию агитационную, например, в одном округе, а не во всей стране. То есть я думаю, что таких политиков не будет. Вот видите, Анатолий, это нужно было бы сейчас переходить к вопросу о новом законодательстве избирательном, но, к сожалению, у нас сейчас закончилось время. Я скажу только, что мы работаем над тем, чтобы все-таки был принят избирательный кодекс, чтобы тот тип правки были разъянуты депутатами. Это большая тема, ей нужно посвящать просто отдельную студию. Вам большое спасибо за разъяснение, за эту беседу. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был руководитель проекта «Гражданская сети опора» в рамках программы «Рада» Анатолий Бондарчук. Меня зовут Сергей Чернышев, это UATV, не переключайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!